Дамы и господа, в эфире Маунт-шоу с Даниэлем Кайгермазовым. Добрый вечер, в эфире Маунт-шоу и я его ведущий Даниэль Кайгермазов. Почему Маунт-шоу? Да, потому что нам с гор виднее. Ну что ж, дорогие мои, сначала по традиции, как обычно, зарубежные новости. Поехали. Южная Корея должна будет заплатить США 1 миллиард долларов за размещение на своей территории американских систем ПРО, которые будут защищать страну от КНДР, заявил президент США Дональд Трамп. Эта система стоимостью миллиард долларов, она феноменальна, сбивает ракеты прямо в небе, отметил Трамп. Глава Белого дома также заявил, что пересмотрит условия ужасного торгового соглашения с Теулом или вовсе отменит его, передает РИА новости. А если не будут брать, отключим газ. Да ладно, прямо в небе быть такого не может. А что, у вас есть и такие ПРО, которые сбивают ракеты, уже упавшие на землю? Что он несет? Ладно, ближе к теме, к миллиарду. Да Трамп просто гений бизнеса. Торгаш он и в Африке торгаш. Рыжая барыга на своей волне. Че умеет, то и делает. На ровном месте нагнал панику, зашугал южнокорейцев и японцев до крупномасштабного производства кирпичей, угрожая Киму. А карапузу дай только повод, чтобы побеситься. А потом Трамп поставил их на счетчик. В 90-е годы это называлось крышеванием лохов. Это наша южнокорейская корова, и мы ее доим. Тут не хватает эпичного смеха. Интересно, а Инушка в доле? Я уже не удивлюсь, если это так. Прям вижу этот диалог между Трампом и Кимом. Эй, пузатик, не хочешь заработать полляма? Смеешься, грязные янки, конечно, но как? Доверься, я бизнесмен. Короче, я наеду на тебя, а ты побесись и скажи, я сейчас буду запускать все ракеты. Южане зашугаются, а я им про подгоню и выставлю счет в один миллиард. Профит? Кстати, есть более лучшее решение пригрозить южанам установкой ПРО в КНДР. Тогда южане очень быстро заплатят. Да, вся эта история напоминает старый анекдот. Мужик, купи кирпич. Нахрена он мне нужен? Сейчас по башке дам. Лучше купи кирпич. С нетерпением жду, когда Трамп выставит счет Портоукром за защиту от агрессора. Прям чувствую, как великие нерабы напряглись. Президент Филиппин Родриго Дутерте ответил на приглашение президента США Дональда Трампа посетить Белый дом. Я занят. Я не могу давать конкретных обещаний. Я должен поехать в Россию. Я должен поехать в Израиль. Сказал Дутерте, отвечая на вопрос о том, принял ли он приглашение Трампа. Ранее сообщалось, что президент США пригласил Дутерте в Белый дом. Не, он нереально крут, черта возьми. Я занят. Езжай в Россию или в Израиль. Там где-нибудь пересечемся. И то не факт. Ну что я могу сказать. Хорошо, хоть не послал на три буквы. Хотя в данном случае его слова выглядят именно как послал на три буквы. Но в этот раз дипломатично. Не придерешься. Иногда мне кажется, что Трамп в полной изоляции. На его месте должен был быть я. Где-то в незалежной в подушку рыдает Порошенко. И пишет депешу. Можно я вместо него приеду? Можем даже в туалете поговорить? Ну пожалуйста. Дальше. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ином. Если это будет приемлемо для меня встретиться с ним, я совершенно точно это сделаю. Это будет честь для меня. Опять же, все зависит от обстоятельств. Но я бы пошел на это, заявил Трамп. Вот этот поворот с Дутерта не прокатило, решил с Кимом. Как бы пухляк не заявил. Я занят. Не до тебя сейчас. Интересно, и о чем они будут говорить? Что они вообще будут делать вместе? В гольф играть? Эта фотошопленная фотка прям душу греет. С нетерпением жду их встречи. Примерно так я представляю их диалог. Пошел на! Сам пошел на! Да я тебя сейчас тамагавками. Да я тебя тоже могу пукессонами и пакетусанами завалить. Ну или вот так. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А ты решил ко мне лезть? А ты засранец, вонючий, мать твою. А, ну иди сюда, пап. Комичность этой истории заключается в том, что карапуз точно никуда не полетит. А так как рельсы до Америки еще никто не прокладывал, то бронепоезд тоже отменяется. Поэтому Трампу придется лететь в КНДР. Ну а я предлагаю лучший вариант. Организуйте встречу о лоялти. Путин, Трамп и Ким Чен Ын. Прям чувствую, как будут разрываться пятые точки у всего остального мира. А если еще и Дутерта пригласить, это будет самая эпичная встреча за последние 70 лет. Дальше. Трамп урезает помощь Украине. В следующем году США намерены сократить объем финансовой помощи Украине на 70%. Изначально планировалось, что из американского бюджета будет выделено больше 570 миллионов долларов. Однако сейчас сумма снизилась до отметки 177 миллионов долларов. Что-то вы меня больно утесняете, папаше. Я без пропитания оставаться не могу. Где же я буду харчевать? Денег нет, но вы держитесь. Дональд Трамп. Ну вообще-то на 69%, а шумовцами подняли будто на все 70%. И насколько я понял, это пока только предложение. А в любом случае, американцы готовятся кинуть кастрюню по полной программе. Величайшая зрадница подкралась незаметно. Где мой попкорн? Только так я смогу наблюдать за лозунгами типа «Трампяку-нагеляку! Кто не скачет, тот пиндос!» Да, пора уже вычеркнуть в США из списка весь мир с нами. Не заслужили такой почести. Это вы еще легко отделались. Молитесь, чтобы как южнокорейцам счет не выставил. А вообще не вижу повода для беспокойства. Сейчас Печерский районный суд отменит это решение Трампа. Да еще и оштрафует его. Вот. Украинский офицер рассказал, как уничтожить в труху Черноморский флот. Сегодня уровень шумности подводных лодок меньше уровня шума моря. Поэтому сейчас они становятся самым страшным оружием на море. Защититься от них практически невозможно. Вот о чем нужно думать Украине в первую очередь. Если бы у Украины было хотя бы пятак подводных лодок, то мы бы уничтожили в труху это старье. Этот Черноморский флот на выходе с базы. Сказал капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Украины, Евгений Лупаков. Шумность. Ага. Даже если каким-то чудом у вас появятся подлодки, бесшумно у вас не получится. Так как кастрюлями постоянно будете биться обо что-то внутри подлодки, когда будете скакать. Враг заметит вас за 100 километров. Ты смотри на них, а. Флот наш хотят в труху. А самое главное с несуществующими подводными лодками. С таким же успехом можно заявить. Если бы у нас была звезда смерти, мы бы всю галактику захватили. Короче, если бы у бабушки были кое-что, то она была бы дедушкой. Хотя есть у них одна древняя подлодка, Запорожье, приваренная к причалу на территории России. Она не разваливается лишь потому, что птицы ее засрали. Так что единственное, что вы можете сделать, это закопать обратно Черное море. Тогда да, у Черноморского плота не будет шансов. В честь грядущего песенного конкурса Евровидения в сети появился украинский проморолик, в котором используются кадры с достопримечательностями Крыма. В 30-секундном видео под названием «Приезжайте на Украину праздновать разнообразие» можно увидеть знаменитую достопримечательность полуострова «Ласточкино гнездо». С таким же успехом они могли бы включить в ролик виды на Эйфелеву башню, «Биг Бен», «Статую Свободы», «Красную площадь». Да не, берите выше. Виды на Луну и даже на Юпитер. Почему бы и нет? В любом случае, спасибо за рекламу достопримечательностей России. Тем более за ваш счет. У нас вообще много красивых мест. Приезжайте, снимайте Байкал, Кавказские горы и прямо в этот же ролик включите. Веселые соседи. На парадах советскую технику показывают, в ролике к Евровидению российский Крым, а еще в комментах пишут, «Хочу посмотреть на разрыв пуканов москалей после этого ролика». Но пуканы почему-то разрываются у вас. Мы нормально отнеслись к этому ролику. Повторюсь, дополнительная реклама лишней не бывает. Как-то так. Дальше. Так, хватит на сегодня за бугорских тем. Отправляемся домой. Российские новости. Поехали. Ре-новости. Тимакова назвала соцопрос Левада-центра о Медведеве политическим заказом. По ее словам, глава правительства не придает значения социологическим опросам, особенно проведенным по политическому заказу. Таким образом, пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова прокомментировала результаты исследования, проведенного Левада-центром. Согласно данным, за отставку Медведева выступает почти 45% россиян. Поддерживаю Тимакову на все 100%. Это не опрос, а какая-то муть и компот. Это чистая вода, чей-то политический заказ. Так как за отставку Медведева, уверен, выступают больше 45% россиян. Я бы даже сказал, подавляющее большинство. То в случае, когда аж все 146% россиян хотят его отставки. Так же согласен с Тимаковой по поводу того, что Димону вообще пофиг, что там народ думает. Ну то есть он не придает значения. Дальше. Правительство Российской Федерации поддержало введение курортного сбора в 2018 году с туристов, въезжающих в Алтайский, Ставропольский, Краснодарский край и в Крым. Пока такой сбор вводится в качестве эксперимента. Реализация проекта начнется 1 января 2018 года и продлится до 31 декабря 2022 года. С туристов будут собирать до 100 рублей в сутки. При этом регионы смогут сами решать, в каком размере будут устанавливать этот сбор. Главное, не больше 100 рублей. Собранные средства пойдут на благоустройство курортных зон и ремонт объектов туристической инфраструктуры. Так называемый провал считался достопримечательностью Пятигорска. Это, кажется, было единственное место, куда отдыхающие могли попасть бесплатно. А Стап решил исправить такое досадное упущение. Скажите, с какой целью берется плата? С целью капитального ремонта провала, чтобы не слишком проваливался. Проваливался! Вот и для туристов свой платон придумали. Я бы даже сказал Курплат. Нет, Дурплат. Сейчас, погодите. Заявят еще о том, что весь народ за сбор, кроме 480 дальнобойщиков, которых на самом деле гораздо больше. Да уж, мы построили за ваши деньги гостиницу, чтобы вы потом могли в ней остановиться. За ваши же деньги. Так Эрдоган, наверное, еще никогда не был благодарен российскому правительству. Эх, и даже после этого народ хочет, чтобы Дмитрий Анатольевич ушел в отставку. Неблагодарные! Короче, все ясно. Сидим дома. Хотя эти скоро и для тех, кто не ездит на курорт, ведут новый налог. Домашний сбор. Все нормальные курорты заманивают туристов низкими ценами, суперсервисом. А эти жалуются, что на наших курортах никто не отдыхает и вводят налог на курорт. Что с вами не так? Дальше. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов запретил произносить слово «кризис» в регионе. Об этом он рассказал в интервью ТАСС. «В свое время я сказал, нельзя говорить о кризисе. Если бы начали все говорить «кризис, кризис», то он к нам бы и пришел. А так все обошлось», сказал глава региона. Кризис. Запрещенная на территории России организация. Если бы начали все говорить «кризис, кризис», то он к нам бы и пришел. Какое интересное и мудрое умозаключение. В твоей области не будет кризиса, если такого слова нет. В таком случае давайте все время говорить «деньги, деньги». Глядишь, придут и разбогатеем. Тот случай, когда губернатор ведет себя как суеверная бабка. Что дальше? Может еще плюнуть через левое плечо? Постучать по дереву? Один губернатор Меркушкин просит молиться, чтобы пенсии были. Еще один Маркелов, слава богу, бывший губернатор, дорогу грозился перекопать и закрыть ФАП. А этот суеверничает и запрещает слова. Сказочные губернаторы. Согласитесь, правда? Дальше. В одной из школ Самары четвероклассникам на экзамене по предмету «Окружающий мир» задали вопрос, кто такой Николай Меркушкин. В итоге тем детям, кто не знал имени губернатора, занизили итоговые оценки. Об этом в своем блоге сообщил депутат ГУП Думы от КПРФ Михаил Матвеев. Родители пожаловались директору школы, однако через приемную им ответили, что ребенок, учащий в четвертом классе, уже должен знать фамилию губернатора своей области. Однако, как это относится к окружающему миру, так и не пояснили. В школьной программе по окружающему миру этого исторического деятеля нет, заявил депутат Матвеев. Холопы совсем оборзели. Барин за них день и ночь молится, они его даже не знают. Я знаю, как решить проблему. Вести новый предмет, окружающий Меркушкин. И чтобы выделили тысячи часов на изучение этого предмета, тогда барина все школьники будут знать в лицо. Да, было бы забавно, если бы ребенок ответил, что это человек, который все время несет пургу. Человек, который не следит за тем, что говорит. Ему бы тогда двойку поставили. Хотя, может, даже пятерку, потому что почти то же самое про него сказал Путин. Послушайте меня. Значит, вы следите за тем, что вы говорите. А так как в школьной программе этого исторического деятеля нет, то ребенок мог бы озвучить то, что он слышал о Меркушкине от родителей. Это было бы еще хуже. Дальше. Телеведущий из Иркутска Денис Гук опубликовал в Фейсбук запись диалога с бабушкой. Пенсионерка Валентина Николаевна начала свой рассказ с жалобы на неправильный пешеходный переход, который уводит прохожих в сторону газона, а не тротуара. Затем бабушка в целом обрисовала социально-экономическую ситуацию в стране. Сделали пьешь, ну посмотрите, что делается. А что не так-то? Иди сюда. Иди, мой дорогой, ты тоже тупой. Да не, я просто хотел переспросить для зрителей. Смотри, вот поворот, да? Вот поворот, вот бетон, вот дальше рисуй, переход, рисуй. И проходить. Посмотри, где сделали переход. Идет человек, тут газон, газон. Там сделали переход. Ну это же маразма. Это маразма, понимаете? Вот давайте я вам вот скажу еще, вот если может быть это можно. Пока Россия не сядет на внутренний рынок, вот внутри, да, хотя бы на пять лет, ничего не получится. Мы не поднимемся. Вот сейчас нужен закон о вредительстве отечеству. Вот ты украл миллиард, да? Вредительство. Все конфисковали, посадили, вообще морально уничтожили. Владимир Владимирович, сделайте статью вредительства. Эх, да, Валентина Николаевна, это маразма. Лучше не скажешь. Тот случай, когда бабулька дружит с логикой лучше, чем чиновники. Рассказывает о проблемах, как профессиональный эксперт. Не то, что Димон про чушь, бумажки какие-то и компот. Не больше винду с драйверами умеет устанавливать. Огонь, бабка. Валентин Николаевну в премьер-министры страны. Некоторые в сети уже успели ее раскритиковать за то, что она якобы сказала, царь хороший, а бояре плохие. Во-первых, так она не говорила. Во-вторых, она обращается к Путину не потому, что он хороший или плохой, а потому, что он в первую очередь, черт возьми, президент. Вы, который критикуете бабульку, этого не понимаете? Тогда, как она выразилась, иди сюда, мой дорогой, ты тоже тупой. А Валентин Николаевне долгих лет здоровья. Дальше. Мосгорсуд разрешил бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, который находится под домашним арестом, гулять два часа в сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда. Решение суда изменить. Разрешить Улюкаеву покидать пределы жилого помещения ежедневно с 7 утра до 9 утра, огласило решение судья. Как, думаете, успеет добежать до канадской границы? Гулять, значит, разрешили. Ужесточают наказание. Я смотрю, все идет к рисованию картин маслом, к съемкам клипа, ну и, конечно же, к условке. Но два часа маловато. Чего же вы изверги делаете? Вон Васильева умудрялась по всем московским бутикам пройтись явно не за два часа. Хотя у нее и сумма была побольше, чем у Улюкаева. О чем это говорит? Чем больше бабла, тем больше гуляешь. Чего непонятного? Дальше. Друзья, в связи с приближающимся главным праздником страны, днем Великой Победы, который попадает на вторник, мы переносим 95-й выпуск на среду. С наступающим праздником вас, друзья! А дорогим нашим ветеранам низкий поклон. Спасибо вам, родные вы наши! Еще раз с наступающим днем Великой Победы! В общем, на этом все. Если выпуск вам понравился, не забывайте подписываться на наш канал, на нашу страницу ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграм, Инстаграм, в Одноклассниках, где есть информация, готовящаяся о выпусках. Ссылки в описании. Ну и, конечно, ставьте лайки, дорогие мои! Берегите себя! Субтитры подогнал «Симон»!